Получаю после шокирующей находки с последним ужином. Идем дальше. Сейчас мы подойдем к алтарю. Как раз он меня не видит. Вот по своему тергану. Я не знала, что здесь практически во всех церквях есть орган, который я обожаю орган. Трубы там. Там какой-то пулемет какой-то, да, вообще? Ребята, ну я в шоке, я в шоке. Зачем они мне показывают эти последние ужины? Я не понимаю. Надо начать. Посмотрите тоже. Смотрите. Так, хотела все равно у вас мнение спросить. Как лучше все-таки делать видео, хоть я и в церкви стою. По 30 минут, по 33 минуты или все-таки покороче? Потому что мне все равно. Я могу себя регулировать и снимать по, так сказать, покороче. Потом сразу включать. Ничего страшного в этом нет. Вы мне скажите только. Посмотрите, вот я не понимаю еще вот эти вот раковины тоже вот везде. Как бы, мол, купели, а на самом деле другое что-то. Потом, посмотрите, какой здесь крюк тоже мне нравится. С тени. Не знаю. Важно, неважно, может быть. Но как-то не знаю. Давайте посмотрим, что там. Потом подойдем. К основной. Что-то здесь вообще. Видите? Посмотрите. Ой, какая акустика, ребята. Смотрите. Акустика офигенная. Ой, ребята, здесь кто-то стоял. Слушайте, у меня вообще... Ой, подождите. У меня тут... Слушайте, у меня... А запах какой здесь свежести. Слушай, вообще, слушайте, вообще просто. И смотрите. Вчера были в огромной церкви, да? И ничего не было разрисовано. Посмотрите здесь. Непонятная какая-то... Непонятная какая-то вообще комната. И все разрисовано. Разрисовано. Все разрисовано. Посмотрите. Окно какое-то. Ой, ребята, если я буду здесь показывать вам голубь там, да? Смотрите. Может быть, может быть, может быть, даже это и наше сделали. Потому что вы... Но это нет, это крестка. Хотя фиг знает, ребята. Знаете, вполне возможно. Есть же художники, в общем-то, сейчас особенно современные. Знаете, может быть, так как этот купол не высоко. И здесь можно было работать, понимаете? Потому что как-то, как-то странно, что именно здесь все разрисовано. Понимаете? Типа мы как Святой Дух изобразили. Святой Дух почему-то именно всегда в виде детей. То есть, ребята, я могу подумать все-таки, что это наши разрисовали. Уж очень как-то здесь удобно получается разрисовать, потому что купол не высоко. И здесь даже если человек упадет, то с ним ничего не будет. Ну, смотрите, ребята, я стою в середине купола. У меня просто, у меня просто вообще, у меня просто, ребята, бурлит затылок. У меня проходят мурашки по всему телу. Посмотрите, пустые ниши. Здесь какие-то отправительные эти. Смотрите, все ниши пустые. И ни одной статуи, видите? Получается, это тоже была ниша. Получается, семь ниш. Цветок тоже получается, как ракушка получается, понимаете? Смотрите, и только одна осталась. Ну, наверное, тут что-то было, потому что, я не знаю, ну, вот здесь, кстати, ее закрыли. Одна ваза, да, стоит. Стоит одна ваза. Давайте ее. Ребята, у меня просто гудит затылок. Обалдеть! Я просто чувствую вообще что-то такое. Сейчас на меня Святой Дух сойдет. И, короче, если вы через месяц у меня увидите такой, знаете, Наташа пропала с Ютьюба, потом вам скажут, да, она стала монашкой, да? Видите, какие арки пустые, они шикарные. Не знаю, почему. Вообще, это помещение, ребята, где я стою сейчас, оно просто... Смотрите, везде виноград. Опять же, я не понимаю, зачем вот так постоянно везде в церквях есть виноград? Ну, неужели надо пить вино все-таки, да? Вот я не понимаю. Как они нас... Смотрите, абсолютно без ушей и без подбородка. Подбородок есть, конечно, но... Почему всегда виноград? Виноград все равно, ребята. Виноград, он как бы, он все равно, как все-таки... Понимаете, если они выращивают виноград, они его практически используют только для винодечества. Попробуйте им предложить что-нибудь другое. Сейчас. У них для вина это. И все. И вот как вот у них постоянно в церквях я вижу. Она вообще... Посмотрите, какие дырки. Давайте посмотрим, что там такое. Камень лежит. Черный какой-то кирпич вообще. Видите? Сейчас мы еще пройдем и там посмотрим, где раскопки. Когда выйдем из церкви, посмотрите, какие здесь старые стены. Здесь кирпичи нормальные, видите? В отличие от вчерашних. Понимаете? Нормальные. Но там-то вообще были огроменные. Просто огроменные. Вот вам, пожалуйста, балки. Видите, ревянные. Здесь, наверное, мне кажется, все-таки... Это, мне кажется, что-то такое более-менее все-таки современное. Хотя херен знает. Но еще раз хочу обратить ваше внимание. Ребята, смотрите, мы были в Кировале. То, что относится к раббатству, все нормально. Хоть есть стародревние, хоть там есть такие вообще заплатки. Но оно стоит, понимаете? Стоит. И ничего с ними случается. И тут же рядом проходят, извините меня, дома, которые вы видели. Они вообще абсолютно в разрушенном состоянии. Вот эти здесь тоже дырки. Видите? Явно они нашими сделаны. И вот тут, смотрите, видите? Была дверь тут явно, видите? Главное, дверь была, посмотрите. Там ходит... Кстати, это шум не извне. Поэтому здесь тоже звукоизоляция. Это шум работающего для линьки. Он только что, как привидение, проплыл с этой жуткой машиной. Так, ну здесь сюда нельзя заходить. Там опять Санта-Бороджо. Так, он идет в эту сторону, поэтому я от него сейчас пойду. Будем друг от друга бегать. Вот. Сейчас я посмотрю, можно ли подойти к чему-нибудь. Вот эти штуки, где вот, да, можно было делать. Что это такое, да? Вот как вот можно было так заходить и что? Какую-то конфессию проводить, да? Но как это все сделано классно все-таки из дерева, да? Это вообще... Глядите. Тут же злобные как бы дядька, видите? И тут же дети. Вот. Вот что это там такое? Да, смотрите, как тут можно было сидеть, видите? Пойдем. Так, он сюда идет, блин. Надо уходить отсюда. Ну, в смысле, я сейчас... Видите, здесь все закрыто. Не подойти к алтарю. Но можно, наверное, сзади обойти. Сейчас попробую. Одни решетки, посмотрите, везде одни решетки вообще. Так, я не понимаю, где Мущи. Мне обязательно нужно пройти. А, вот здесь открыто. Что? Да, здесь открыто можно подойти. А, это не дядька убирает, блин. Это дяденька с коляской. Блин. Дяденька с коляской, блин. Слушайте, они там поют, я так понимаю, наверху, что ли? Так, я не хочу, чтобы меня в этот привратник введет. Он там сидит за столом. Так, вот я стою тут прямо практически под куполом. Слушайте, ну-то вообще. Сейчас хочу посмотреть колонны. Колонны какие-то все время, какие-то там, вот смотрите, какие-то решетки. Смотрите. Видите? Тут тоже, смотрите, как будто какое-то решетки какие-то. Ну, абсолютно другое вообще здание. Отличное, видите? Там наверху темно, тут никаких. Вот это, пожалуйста, и окошко вниз. Поглядите, ну-то явно, конечно, технический объект. Это вообще надо мной, там метров 40-60, ребята. Поэтому так плохо вот наводится. Я уж подняла. Вообще я стою и загнувшись просто в спине. И везде вот такое, видите, везде печенюшки. И решетки вот тут вот. Вязь. Вот она достаточно, это уже, можно сказать, низко. И она, видите, наводится. То есть вязь мне разрешают наводить. Так, видишь, какой-то голубой свет уже в этом. Так, пойду нагло. А, здесь только можно подойти к этому. Давайте, пожалуйста, подойдем к ноге. Скажут, если нельзя снимать, так не уйду. Поглядите балясины мраморные везде. Везде, да? Везде балясины. Там, как обычно, почему-то всегда Мария. И смотрите, видите, женщина, которая нам, мол, Мария. И хотя, по идее, Иисус должен, да, стоять. Вот. И восьмиугольник. Видите, знак Митры, ребята. Вот такие кампсулы. То есть уже можно такие небольшие выводы сделать. Это Митра, это было какое-то что-то такое, которое, ну, как бог, вам что-то сказать, такое, которое руководило всякими всеми сотворениями. Все, всеми там, вот этими формами, скажем так. Прораб, короче, прорабстройки, понимаете? Ну, я не буду, ребята, даже пытаться. Я уже поняла, что сильно ненависти, поэтому я даже не буду время особо потерять. Так, чуть-чуть покажу, что у них там факелы, вы как видите. Знаете, сначала было запахладано, а теперь ели. Тоже красиво сделан аркан. Посмотрите. Тоже видите. Ненависти, ребятушки мои. Тут надо прям близко стоять, там с лупой, блин. И вот эти вот решетки странные, конечно. Посмотрите. Видите? И так по всему кругу они идут. Я стою на середине купола. Ну, особо ничего не чувствую, кстати, я хочу вам сказать. А так привратник сейчас сидит вот там, поэтому я сейчас до него дойду. запах, знаете, хвойный, хвойный запах. Ой, блин, так их два сидит, блин. Сейчас я мимо него пройду, посмотрю, можно ли будет снимать. Вот, кто здесь лежит. Видите, как обычно, как бы кто-то здесь лежит, понимаете? То есть это вот такие вот штуки во всех, вот эти вот. Они, наверное, может быть, в глаз, ложились туда и улетали, блин. Не знаю, не знаю. Сейчас я вам покажу, что-нибудь интересное, смотрите. Такое яйцо смотрит. Видите? Наводится плохо вообще. Вот. Тут одинаковые, эти какие-то энергетические, смотрите. Сверхи, это вам палатина, сверкну. Там лес, такой умный лес. Скрыни мне. Там яйца тоже везде наверху. Ну, ребята, не наводится вообще. Здесь полдля не наводится, тоже яйца, видите? Видите, у нее тюблюшки, кстати, как красиво завернута, кстати. Идеальная кудряшка, посмотрите. Идеальная кудряшка, смотрите. Кудряшки идеальные. Да, даже леса на этом. Вот такие решетки мы уже видели. И там есть, иди сюда. Пусть, ну, это полегаски смогут. Еще ковер. Там еще он гелочки видит, маленький. Ну, ну. А вот, как правило, описано только длинно. Параполио-крестьяне. Тут мозаика, мозаика. Мозаика. Посмотрите, там, видите, когда был кузов такой. Посмотрите. Сейчас прошу у него, когда можно будет заходить туда. Идти. Там, посмотрите. О, какое-то там лежит историческое. Правильно? Постой, такая. Расскажите. Скусите. Скуси. 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 Продолжение следует...